Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. С нами сегодня Виталий Микрюков. Мы говорим о лазерном удалении. Сегодняшняя тема – это перманентный некачественный либо надоевший перманентный макияж век. Что с ним делать, как удалять, какие могут быть последствия, как удалять его правильно и что-то еще всплывет? Дмитрий Микрюков. Перманентный макияж век на самом деле не самая популярная процедура для лазерного удаления по ни с каким причинам. Я думаю, во-первых, его все равно меньше делают, чем, например, перманентный макияж в брови. Дмитрий Микрюков. Просто нет, его делать часто, но довольно аккуратно все-таки, прям при шагов меньше. Дмитрий Микрюков. Вариантов сильно как-то сделать плохо, сильно накосячить, если так можно выразиться, меньше гораздо, чем, например, с бровями. Поэтому обращаются меньше. И вторая причина – это все-таки страх, потому что воздействие лазером в области глаз действительно пациенты относятся с опаской. В принципе, не зря. Мастера, которые занимаются лазерным удалением, тоже бывает, избегают этой процедуры, не делают, либо говорят, что это невозможно, и еще какие-то другие там есть причины. Но в целом, при, опять же, правильно и аккуратной работе вполне реально удалить перманентный макияж в век. И это не только стрелки, это может быть и растушевка, и межресничное пространство, и по всей длине век. Требуется достаточно мощный такой, скажем так, хороший контроль над лазером, да, то есть он должен быть управляемым, да, то есть он должен быть, его мощность должна быть контролируемо и аппаратно, и вами. То есть, например, я бы не рекомендовал удалять татуаж век, браться на новых лазерах. Они чаще всего более агрессивны, они агрессивны очень сильно, поэтому они там разбивают очень сильно, да, то есть это, так в кавычках сказать, обкатанные лазеры должны быть, которые уже... То есть даже на самой маленькой мощности он может разрушиться? Да, 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 он может, очень, очень тормозная кожа тонкая, там, буквально там... Пигмента много обычно. Пигмент обычно много, и с этим, кстати, связано то, что татуаж век удаляется хуже и дольше, чем, например, тот же сам татуаж бровей. То есть кожа плотнее, пигмент расположен также плотно, его много, и удаление татуажа век может занимать реально, там, до 5-7 процедур в итоге, в общем-то, да, то есть клиенты ждут, потому что, ну, как бы ждут, что там, то есть трелочки, там, миллиметр-два, а на самом деле требуется большое количество сеансов для этого. Есть опасность, конечно, для глаз, но существуют, в принципе, методы, когда мы можем избежать, ну, то есть минимизировать вообще какие-либо риски при удалении этого же века. Существуют также различные приспособления по типу, там, склеральных экранов, когда ставятся, там, специальные, там, либо керамические, либо металлические, либо, там, одноразовые пластиковые сферы для закрытия под верхние и нижние века. Получается, даже если сквозь него щелкнуть, не повредит? Сквозь него нет, он, как бы, он будет, как бы закрывать, да, точно такой, как купол, который закрывает. Но, я, честно, я даже хотел себе там, искал, приобрести, в итоге пообщался с офтальмологами. Не такая-то простая задача, их прям туда хорошо поставить, и вероятность повредить роговую оболочку глаза гораздо выше, чем, ну, скажем так, польза от этого всего. Я слышала про какие-то фарфоровые ложки. Фарфоровые ложки, ну, это личное приспособление, там, закрыть, придавить, оттянуть и так далее, в общем-то, то есть это один из вариантов. Многие используют на глазах тени, да, мы тоже иногда делаем, но мы стараемся делать очень тоненькие, маленькие и без фанатизма, без выхода на подвижное веко, если мы туда все-таки, на неподвижное, если мы туда все-таки выходим, то, ну, у меня, допустим, запрещено использовать белило. Я знаю, что многие используют белило для того, чтобы пигмент цветной выглядел ярче. Получается, что, допустим, там тоже самое зеленый, фиолетовый, коричневый, они уходят, почему-то довольно быстро, а белое остается в коже, и такие вот большие, белесые. Я видела много таких, вообще, очень суперопытных мастеров, которые на этом выехали, на этой теме, на всяких бутерфляях, и после внесения белый цвет, даже несмотря на то, что это опытные мастера, они работают очень поверхностно, он там все навсегда. Дмитрий Козлович, еще раз говорю, поверхностно все равно, как бы поверхностно не звучало там, он попадает в дерму, все как бы, то есть это уже, значит, пигмент там навсегда, в общем-то. Короче, надо стараться, если делаем тени, то делать цветами, которые уйдут. Дмитрий Козлович, да на самом деле это проблема различной цветовой вот эти все растушевки какие-то, не знаю, румяно все, что разноцветное делаете, это все очень сильно сложное. А еще, наверное, ты сталкивался с камуфляжем темных кругов? Дмитрий Козлович, честно, в живую, что будет удалять, нет. То есть как бы, на фотографиях видел, но в целом, это тоже та же самая проблема здесь, опять же, он, — все вокруг глаз, стараться не использовать никаких белых белил. Дмитрий Козлович, да в целом белилы я вообще не рекомендую использовать, Даже на татуировке, опять же, то же самое, тоже уйдет темный цвет, обелила эти, они, опять же, либо позеленеют, либо пожелтеют, и убрать их тоже очень проблематично, то есть практически нереально. Вывод какой? Удалять можно, но надо это делать очень осторожно, чтобы не повредить глаз клиенту, надо научиться пользоваться вспомогательными инструментами и, опять-таки, крайне осторожно, ну да, либо без них, но лучше не делать и отправлять их к специалистам, которые на это заточены. Всем спасибо за просмотр, пишите вопросы в описании к видео. Всем пока!